Социальное равенство мужчины и женщины заложено в современном российском сознании еще и Октябрьской революцией. И мы помним, как отстаивали. И, собственно говоря, это феминистическое движение началось, несмотря на то, что оно началось в Америке и в Европе, но получило такое бурное развитие, кипящее событие Октябрьской революции и бурное развитие женского движения, получило мощное продолжение в России. И ничего удивительного, что женщины практически в советское время стали равны мужчинам. Больше того, женщины взвалили на себя практически весь груз в развитии и российской экономики, вернее, советской экономики, в развитии и советской экономики, советской науки, образования, культуры советской. Все взвалили на себя женщины, и женщины, собственно говоря, тащили на себя войну. Поэтому так исторически сложилось за этот советский период. Женщины встали в один уровень с мужчинами. И сегодня представить женщину российскую в чадре или с выводком, и чтобы она только сидела дома и не была социально активной, очень трудно. По крайней мере, в ближайшие 10-20 лет, я думаю, еще и останется это посредствие советского равенства мужчинами и женщинами. Вот и все следствие. Продолжение следует...